Приветствую вас! С точки зрения психологии то, что вы описываете является проявлением тревожности. Тревожности это означает наличие определенной угрозы по отношению к вам. То есть вы чувствуете угрозу и соответственно реагируете на нее вот так. Соответственно, раздражение, о котором вы говорите, это то, что вас удивляет. Вы считаете, грубо говоря, что этого самого звука, к примеру, быть не должно. То есть это вот то, что как вы думаете, то, что вы видите, то, что вы чувствуете, то, что этого звука не должно быть, потому что он вам мешал. Момент, что здесь заключается в том, чтобы определить именно причину раздражения. Как правило, это проблемы с ответственностью, ну, границы с ответственностью, личной границей, как правило. Вот. Как правило, это занизенная самооценка, вот. Как правило, это определенная такая зависть, может быть, ну, может быть зависть по отношению к другим людям. Это, может быть, не выработано, не выработано отношение к себе самому, у вас, ну, к каким-то вещам. Самое интересное, одно дело, если у вас звуки просто отвлекают, да, то есть сбивают. Здесь можно говорить о концентрациях определенной. В таком случае, это один момент. И решается это, ну, определенным образом. В общем же, в случае, ситуация складывается немножко не так. Ну, вот, в вашем случае, ситуация заключается в том, что вы именно испытываете раздражение. То есть вы раздражаетесь именно. И это совсем, наверное, немножко другая уже история. Вот. И относиться к этой истории нужно, ну, также совсем по-другому. Вот. Мне видится так. Значит, вы пишите, значит, так, меня раздражают и испытываете некоторое напряжение в голове. Потому что, значит, легче. То есть тут дело не в приемах, а дело в выработке отношения к этому, да. То есть вы говорите, вот, значит, я прихожу с работы, работаю по 12 часов, вечером, когда хочется в тишине, так и работаю в школе, то есть вы испытываете повышенную нагрузку на орган слуг. Странно немного, что вы, будучи таким чувствительным, да, работаете именно вот в школе. То есть, казалось бы, там, где вам, ну, работать совсем не следует. Вот. На мой взгляд, это странно. Вот. И с этим, опять же, нужно разбираться. На мой взгляд, это, опять же, нужно исследовать. То есть, смотреть как, что и почему это у вас происходит. То есть, как вы выбрали такое место работы. Почему вы, почему вы выбрали такое место работы. Вот. Ну и так далее. Вот. Это то, что, как бы, я могу вам сказать. Вот. Как бы, ну, такая история. Вот. Соответственно, по поводу каких-то конкретных приемов, вам уже мои коллеги сказали. Вот. И я не думаю, что здесь можно чего-то добавить, да. Заходите, разберемся с причинами развращительности. Вот. Заходите. Не будем. Заходите, обретете спокойствие и безразличие ко всем этим вещам. Заходите, будете использовать только какие-то приемы. Да. Это зависит исключительно от вас. Вот. Ага. Вот, в принципе, такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.